У меня буквально 50 минут и 10 минут еще на вопросы-ответы. Мы будем в конце, будет время, можете спросить. Слайдов не так много, штук 10 всего. У меня где-то на слайд по 5 минут, может чуть меньше. Они не очень большие, но есть что обсудить, и мы с вами будем так активно коммуницировать, поэтому подымайте руки и, так сказать, вовлекайтесь. Тема наша на сегодня – soft skills that make a grid software developer. Собственно, я немножко представлюсь, почему я могу поговорить на эту тему с вами, почему я могу поделиться опытом своим, ну, таким небольшим, но все же кое-какое имеется. Собственно, работаю я lead software engineer в Винете. В IT я уже больше 10 лет, лет 15, наверное, там, ближе уже к 15. Работал я и CTO, и team lead, и software engineer простым. Свою карьеру я начинал очень давно, начинал с поддержки, потом рос, 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 стал системным администратором, занимался серверами, получил сертификацию Microsoft по серверам и по Hyper-V. Тогда, не знаю, слышали или нет, раньше была очень такая технология хайповая. Именно те, кто в Microsoft серверах занимается, те знают. Вот, соответственно, занимался немножко DevOps, тогда, когда такого слова еще просто не было. Собственно, на основе Hyper-V тогда занимались тем, что делали кластер на основе TFS, team foundation server, я этим занимался. Мой Telegram и LinkedIn профиль, если интересно, можете, собственно, презентация, я потом, линк там в конце будет на презентацию, можете посмотреть и добавиться, если интересно. Собственно, начнем немножечко с вопросов, наверное, я вас прошу. Кто считает, что разработчикам, инженерам не нужны софт-скиллы? Поднимите руки. Не нужны? Не нужны, да. Что достаточно просто hard skills, достаточно просто рубить любой лэнквич, и все будет классно. Это кто-то есть, да? Окей. Моя задача на сегодня будет, чтобы вы уверили обратное, что софт-скиллы действительно нужны разработчикам, и без этого невозможен дальнейший рост и прогрессирование. Невозможно быть без software engineer, без того, чтобы развивать свои софт-скиллы. И я хочу немножко поговорить по этому толку. Это не будет топ-10, это не будет топ-15, топ-5 или так далее. Все софт-скиллы, они все важны. Все какой-то больше, какой-то меньше. У меня есть интересная статистика по Армении. Я его покажу в конце, как такую изюминку на торте. Мы с вами ее обсудим и посмотрим. Собственно, это основной посыл, что мы будем проходить через все софт-скиллы, более-менее популярно, понятно, их много там, но такие самые основные, мы по ним пройдем, мы очень много будем на каждом из них останавливаться. Я буду приводить примеры из своей жизни, и мы попробуем с вами сделать какие-то выводы по этому поводу. Первый софт-скилл, про который мы с вами поговорим, это communication. Очень интересный софт-скилл. Кто считает, что нельзя научиться общаться с людьми? То есть вот вам дан талант или не дан талант спикера, и вы все, и вы не можете его развивать, вы застыли на этом состоянии, и все. То есть вот что вам родители гены наследовали, да, вот все, вы либо можете говорить, либо не можете. Кто так считает? Поднимите руку. Окей. Только один человек. Это хорошо. С этими болезнями, например, аутизм, это практически почти невозможно. Но это все равно лечится до какой-то степени. Сейчас расскажу, и про аутизм, кстати, тоже расскажу. Примеры с жизнью. Давно-давно я работал в компании в Москве, в РОЖ. И старый друг, мы с ним после нескольких лет беседы там совместно сели, он мне рассказал одну интересную историю. Оказывается, он заика. И когда он говорит, у него есть речевые проблемы некоторые. Но проблема в том, что я до этого момента, пока он мне сказал это, я это не мог понять. Почему? Потому что в детстве его родители направили на обучение. То есть он ходил к врачам специальным, и у него выработалась очень определенная интересная методика. Когда он нервничает, он начинает заикаться, он это чувствует, он автоматически делает стоп, то есть он перестает говорить, делает глубокий вдох, и после этого продолжает говорить и не заикается. И из-за того, что он занимался этим в детстве, давно-давно, у него выработался такой рефлекс, то есть он сам уже не замечает этого, ему не нужно подавать команду в мозг, его организм на уровне рефлексов. Он начинает говорить, он нервничает, он заикается, он делает стоп, делает вдох, и потом говорит нормально. И я потом это замечал за ним, то есть в беседе уже я обращал на это внимание, что он так делает, но он делает это неосознанно, потому что у него выработался навык на уровне рефлексов. И это одно такое подтверждение, которое говорит о том, что в принципе даже с такими проблемами речевыми, как заикание, можно бороться, если делать это правильно и вовремя. И вот как вы думаете, он, кстати, работал project-менеджером и в поддержке, то есть он отвечал за бизнес-приложение, работал с клиентами с внешними, работал с финансами, очень много общался с ними, вел проекты. Как вы думаете, вот этот вот навык, который он обрел, побороть свое заикание, ему в жизни помог вообще, вы считаете? Помог, да? Это логично, что если бы он бы заикался, скорее всего он бы не смог бы добиться вот той позиции, до которой он дошел, просто ввиду того, что у него есть такие физиологические проблемы. Но он не сдался, его родители не сдались, они отдали его на обучение, и он, выработав какой-то рефлекс, то есть он приобрел навык и стал бороться с заиканием. Немножко расскажу про себя. У меня на самом деле тоже, то есть я сюда пришел рассказывать презентацию, я тоже в данный момент развиваю свой навык коммуникации с вами, это как бы логично. У меня был такой пунктик, я не мог раньше выступать перед людьми, у меня были проблемы с этим, но я степ за степ, шаг за шагом, я готовлю презентации, я собираю информацию для вас, я тоже в данный момент, я все равно расту, я рассказываю вам свои истории в своей жизни и повышаю свой навык коммуникации. В следующий раз мне это дастся еще проще, еще легче. И это нормально, то есть любой из вас может развить навык коммуникации, с кем-то. Это непросто, но так же, как и любой hard skill, так же, как изучение JavaScript или Python или любого другого языка программирования, или любых других методик, этот skill можно развивать. и этот навык, он один из самых важных, я бы сказал, опять же говорил, что это не топ, но один из самых важных навыков. И один из ключевых вещей в развитии коммуникации, коммуникативных способностей, это умение слушать. Умение слушать, когда человек к вам приходит и рассказывает вам свою историю, умение слушать, не перебивать его, умение слушать его мнение человека и делать какие-то выводы на основании этого. Собственно, мы ежедневно, то есть я ежедневно в своей работе сталкиваюсь с этим. Ко мне приходят инженеры, которые находятся в моей команде, ко мне приходят другие люди из других команд, PM-ы, мы общаемся, да, и если бы я их не слушал, это были бы какие-то проблемы с пониманием друг друга и так далее. То есть ключевым, то есть то, что вам нужно действительно постараться развить в себе, умение не только коммуницировать, умение не только общаться и предоставить свою информацию, но также еще и слушать. Окей, мы укладываемся. Следующий очень интересный навык, я его немножко объединил на самом деле, ну, потому что он достаточно связан, да, это collaboration и teamwork, то есть умение работать в команде и умение взаимодействовать в ней, да, тоже один из очень важных софт-скиллов, который также можно развивать, и который очень важен, как оказалось, ну, мы цифры потом посмотрим по этому поводу, и есть очень интересные цифры, что 85% компаний считают причиной своей, ну, то есть причиной того, что проект не состоялся, это именно отсутствие teamwork, да, и есть очень интересное исследование на эту тему по поводу teamwork и versus, значит, rockstar инженеров, да, наверное, вы слышали такое понятие rockstar, да, это человек, который может супер делать много вещей, но он работает один при этом, потому что у него, он достаточно специфичный, с ним тяжело коммуницировать, опять же, skill communication, skill listening, да, то есть слушать кого-то, у него, как бы, я бы сказал бы в таком зачаточном состоянии, да, этот человек, потому что у него высокое самомнение, он может быть и заслуженное, но суть в том, что в текущем состоянии, да, в текущее состояние IT-области вы работаете не одни, невозможно сделать хороший, качественный, большой продукт, работая в одиночку, это просто нереально, то есть вы можете попробовать начать свой стартап делать, да, вы сделаете MVC, вы его покажете, идея выстрелит, но все равно, вам все равно придется нанимать больше разработчиков, вам нужно будет нанимать тестировщиков, project managers и так далее, когда вы начнете эту идею развивать дальше, и вам все равно придется работать в команде, то есть полностью в одиночку вывести свой собственный проект до успеха, это, ну, это, я не знаю, я таких примеров не знаю, честно вам скажу, чтобы один человек взял и написал продукт от и до, и он скейлился при этом, все равно когда-то наступит тот момент, когда человеку нужно будет развивать этот навык, навык умения работать в команде, и как раз идея вот этой вот работы в команде, это найти баланс между своими софт-скиллами и хард-скиллами, и сделать этот проект, над которым вы работаете, хорошим местом для работы для всех, не только для вас, что вы там, вам нравятся технологии, вам нравится там драйвить это все, но и для других людей, потому что чем человек вовлеченнее в продукт, чем человек вовлеченнее в идею, тем больше вы сможете сделать. Это, представьте себе, то есть я тоже думал, да, вот я стал расти в роли, сначала приехал в Винете, работал сеньор софтвер инженером, да, потом меня, значит, дали мне команду, я стал управлять командой, и я стал писать кода гораздо меньше. И вначале я по этому поводу комплексовал, думал, ну, как бы я хочу писать код, мне это нравится. Ну, я не могу это делать, потому что у меня нету на это время, у меня появились другие задачи, которые нужно было решать, общаться с другими членами команды, делать какие-то архитектурные решения, и времени на банальное написание кода у меня не осталось. Но в какой-то момент я понял, что на самом деле члены моей команды – это мои руки, у меня вместо двух рук стало десять. И когда ты это понимаешь, у тебя немножко меняется уже мировоззрение, потому что ты своим маленьким действием, ты начинаешь влиять на большее количество людей, и эти люди, если им комфортно работать, они деливерят гораздо больше, чем бы ты бы это делал один. И это нужно понимать. Это как раз тот навык, который я в себе сейчас разбираю, развиваю, collaboration, teamwork, и он очень важен. Он действительно важен, потому что, как бы как показывает практика, действительно, чем больше людей вовлечено в ваш проект, чем четче они работают, чем больше они получают удовольствие от работы в этом проекте, тем выше шанс на успех. Вот это моя любимая тема. Сейчас несколько вопросов будет. Кто планирует свой завтрашний рабочий день? Поднимите руки. Не так много. Кто планирует свою неделю? Прямо на неделю вперед. Окей. Есть немного. Это хорошо. Это хорошо. Очень хороший навык, который можно в себе развивать. И делать это достаточно легко. Я потом посоветую несколько видео, которые вы можете посмотреть. Очень классно. Называется «Пятилетка за два года». Там немножко хардкор, но я думаю, что вам понравится. Потом скажу, где это скачать. Если будет интересно, подойдете, я вам подскажу после того. Как вы знаете, работа в IT связана с такими повышенными стрессовыми условиями, потому что постоянно дедлайн, постоянно нужно деливерить что-то. И, как оказывается, умение вести, считать свое время, персональное, собственное, рабочее, и организовывать себя – это очень важный навык. Почему? Потому что есть такое понятие work-life balance. Когда вы начинаете считать свое время, вы начинаете понимать, сколько времени вы тратите просто впустую. На YouTube, на Facebook, на еще другие вещи, которые… Вот это время можно было потратить на гораздо более интересные вещи. На изучение новых навыков, на изучение нового языка программирования и так далее, и тому подобное. Опять же, даже на работе, приходя на работу, многие из вас, я думаю, открывают Facebook и тратят с утра по полчаса, по часу, пролистывая видео или YouTube. И умение управлять своим собственным временем – это очень важно. Я достаточно много времени потратил на изучение разных методик тайм-менеджмента. И помодора есть такая вещь интересная, когда вы фиксируете определенное количество рабочего времени, потом перерыв, рабочее время – перерыв и так далее. Есть такой самый простой методик тайм-менеджмента – это do things done, когда вы записываете все свои дела в список, на следующий рабочий день делаете приоритизацию этих дел, решаете, сколько времени вам на них потратится и так далее. То есть вы планируете таким образом несколько дней своих наперед. Есть более продвинутые методики. Я не сделал скриншот календаря своего, чтобы показать. У меня забита вся рабочая неделя, текущая, еще следующая немножко. Эта методика, она немножко сложная в плане того, что к ней надо привыкнуть. Вы используете календарь, разбиваете свои задачи, выбираете слоты, планируете на неделю, какие-то места оставляете под драфт, то есть если у вас какие-то планы поменялись, вы подвинули и так далее. Еще по поводу этой темы хотел обсудить очень, потому что, мне кажется, интересный топик. Кто из вас не любит опаздывать? Поднимите руки. Окей. А кто ненавидит опаздывать? Потому что это интересная разница, любишь или ненавидишь. Я ненавижу опаздывать, честно вам скажу. И я нашел для себя единственный способ, как приходить всегда вовремя. Это тайм-менеджмент. Потому что без этого вы не сможете приходить вовремя. Как бы вы не тешили себя мыслями, как бы вы не говорили, окей, в этот раз я опоздал, это моя вина, в следующий раз я поправлюсь. Но не планируя свой день, невозможно приходить вовремя. Это просто нереально. Если вам нужно до места встречи час, вы не сможете дойти до него за полчаса. Это просто нереально. Соответственно, вам нужно этот час заложить. Вы планируете свою встречу, вы планируете час на дорогу. И после этого у вас получается, что как бы у вас есть 8 часов рабочих. Или 10, или 14, кто сколько работает. И хотелось бы, конечно, 25 часов в день. Но это невозможно. Соответственно, какие-то дела можно перенести на следующий рабочий день, чтобы не быть постоянно в ситуации цейтнота. Когда вы одну встречу заканчиваете, вы бежите на другую, опаздываете, потому что первая встреча задержалась непредвиденно. Но она была важна, и вы не могли уйти. И поэтому на следующую вы опоздали на 20 минут. Почему я считаю, что опаздывать это плохо? Потому что, когда человек опаздывает, это значит, что он считает свое время важнее, чем время того человека, которому он назначил эту встречу. Это так. Если вы опаздываете кому-то на встречу, это значит, что вы не уважаете время этого человека. Конечно, если вы не хотите ему это показать, что вы не уважаете его время, и как бы ваше время считается ценнее, да, окей, вы можете опаздывать тогда, что для этого и опаздывают. Но если вы не хотите это сделать, если вам действительно жаль, планируйте свое время, планируйте свое рабочее день. Это несложно, этот навык развить не так сложно, действительно. Вам нужно потратить пару недель, месяц выработать привычку, и потом это будет очень легко, что много активностей, которые мы делаем, они стандартные. Например, у меня есть время, когда я гуляю с собакой с утра, когда я завтракаю, я знаю, когда я это делаю, и за дня в день я делаю это в одно и то же самое время, я могу это забронировать. Мой рабочий день начинается с того момента, как я встаю, и это у меня забронировано в календаре, все мои действия забронированы. И я знаю, что я могу завтракать только 30 минут, не час, не два, не три, а только 30 минут, потому что у меня есть только 30 минут на это. Собственно, вот тоже интересный soft skill, emotional intelligence. Не все понимают, что это такое, попытаюсь так немножечко вкратце объяснить. Emotional intelligence – это способность тебя встать на место другого человека и почувствовать, что бы он чувствовал в этот момент. То есть, когда ты с ним общаешься, когда он находится в какой-то ситуации, emotional intelligence – это не просто сказать, I'm sorry, что мне жаль, что ты так чувствуешь, а именно попробовать поставить себя на место этого человека, в его условия, и попробовать понять, как он себя чувствует в данный момент. И один из ключевых вещей, которые очень важны в развитии emotional intelligence и применении этого навыка – это умение объяснить что-то, потому что я знаю, это действительно сложно для инженеров, это очень сложно. Умение объяснить другому человеку какие-то сложные вещи, не ставляя его в неловкое положение, не заставляя думать, что он дурак и ничего не понимает, а умение объяснить какие-то сложные вещи очень простыми, понятными вещами, встав в его положение, встав в положение PM, встав в положение QE, которому вы хотите объяснить какие-то задачи, Умение встать на его место, понять, что ему доступно, тот уровень знаний, который ему доступен, и попытаться объяснить это наиболее простым путем или тем путем, который этому человеку наиболее понятен. И это действительно сложно, я могу сказать. И этим вещам обучаются. Я знаю, что сейчас, в данный момент, обучение этому навыку, оно даже обязательно для менеджмента. То есть в некоторых компаниях менеджеров и топы среднего звена заставляют обучаться именно эмоционал интеллигенцию. И это достаточно сложно, я могу сказать. И на своей практике тоже умение поставить себя в состояние, в положение другого человека, это достаточно сложно. Это очень интересный топик, мне он очень нравится. Owning up to errors. Если мы понаблюдаем за маленьким ребенком, когда он растет, когда он учится ходить, что мы видим? Ребенок пытается ходить. У меня просто трое детей, я это видел достаточно часто. Как ребенок учится ходить? Он встает, он пытается, он падает, и после этого он встает. Сколько он будет пытаться падать и вставать, как думаете? До того, как не научится ходить, правильно. Так почему мы сдаемся после первого же падения? Это не работает так. Делать ошибки, это нормально. И делая ошибки, делая какие-то неправильные вещи, мы учимся. Это, на мой взгляд, это самый эффективный способ обучения для человека на данный момент. То есть позволять ему делать ошибки. Кстати, детей то же самое. Когда ребенок обучается, самый эффективный способ научить ему чего-то, это позволить ребенку делать ошибки, ошибаться. Делать свои собственные ошибки, тогда он будет учиться гораздо эффективнее. Потому что в следующий раз, скорее всего, он уже второй раз не полезет рукой в огонь и так далее. И owning up to errors – это возможность для вас, то есть думайте об этом, как о возможности расти. Я считаю, что наше образование в этом плане немножко неправильно поступает, как в школе, так и в университетах. Потому что нас учат, что когда мы делаем ошибки, мы получаем плохие отметки, что это плохо. Но это не так, это неплохо. То есть делая ошибки, вы в следующий раз уже их не будете делать. Вы будете двигаться вперед маленькими шажками, может быть не уверенно, но все же вперед. И наказывать за ошибки, я считаю, что это неправильно. Нужно позволить их сделать, нужно позволить сделать owning, то есть принять эти ошибки, сделать анализ этих ошибок, почему эти ошибки были сделаны. И прийти к выводу какому-то, и в следующий раз уже эти ошибки не делать. У меня на самом деле у самого это не всегда получается. Я был женат два раза, два раза развелся, и это не всегда работает, честно вам скажу. Но тут, как бы анализируя эту проблему, я не могу сделать вывод, что там жениться это плохо. Это неправильный вывод будет, исходя из этого. Но я могу сделать другой вывод, что искать пару нужно просто более внимательно. Одна из частей, owning up to errors, принятия своих ошибок, это анализ этих ошибок, чтобы не повторять их. Другая черта, очень важная, это публично хвалить людей за ту работу, которую они сделали, и приватно обсуждать те ошибки, которые они сделали, и предоставлять конструктивный фидбэк и критисизм. И это достаточно сложно делать, потому что я тоже часто себя ловлю на мысли, что мы, когда человек сделал какую-то ошибку серьезную, мы начинаем blame, мы начинаем обвинять его в каком-то коллективе. Это неправильно. Почему? Потому что человек не получает прямой фидбэк от этого. Если мы хотим обсудить какую-то проблему, мы должны вызвать этого человека, мы должны обсудить эту проблему, поговорить с ним и понять, что этот человек понял эту ошибку. С его же стороны он должен не отгораживаться от нас, а принять стойко то, что он сделал, и принять стойко наш фидбэк обратный. Потому что только так он может расти. Потому что, когда ты находишься в своей шкуре, ты, возможно, какие-то вещи ты не видишь просто. И это тяжело. Это действительно тяжело. Над этим надо работать, и этот скилл нужно развивать. Он также развивается, как все остальные. Берите responsibility над вашими ошибками. Это, кстати, касается не только ошибок. Берите responsibility в принципе, потому что чем больше вы берете ответственности, тем быстрее вы растете, тем больше вы знаете и так далее. Следующий soft skill – это problem solving и creativity. Очень интересная вещь. И много компаний говорит, что это, в принципе, основной навык, за который разработчиков берут, да, это умение решать проблемы. И действительно так, да, что критическое мышление, оно важно, да, при решении проблем, потому что я сталкиваюсь с этим каждый день. Я каждый день решаю какие-то проблемы. Я решаю проблемы на production environment, я решаю проблемы в команде, я решаю проблемы с разработкой каких-то фич, помогаю кому-то. Я постоянно решаю проблемы. И это как бы изо дня в день, так, у нас был интересный вопрос такой, сколько, как часто вы встречаетесь со сложностями, да, ответ был каждый день, почти каждый день. И этот навык для разработчика, он очень важен. И он также развивается. Есть много методик решения различных проблем, с чего начать, к чему приступить и так далее. И может показаться, с одной стороны, что решение проблемы – это такая комбинация хардскиллов, да, и все, то есть и экспириенса вашего, да. На самом деле это не так. Это не так, потому что в решении проблемы вовлечено еще креативити. То есть, когда вы решаете какую-то проблему, у вас нет видения всех возможных ситуаций, да, вы должны выдавать идеи, окей, там, вот нужно проверить здесь, нужно проверить здесь, нужно проверить здесь, еще вот здесь. И, соответственно, вы, генерируя идеи, вы пытаетесь найти верную идею, потому что, ну, это действительно так, при решении проблем на продакшене вы не можете пойти в базу, например, не можете там что-то поменять, да. Вам нужно думать, как решить эту проблему многими разными способами. И как раз креативити – это тот софт-скил, который вам в этом помогает, да, то есть, собираясь командой, делая brainstorm какой-то, вы генерируете идеи и пытаетесь решить эту проблему. Если уходить от разработки, да, при стартапах там и так далее. И это действительно комбинация и опыта, и хардскилов, но также и умение выдавать разные идеи. И креативити, кстати, есть исследование интересное, что креативити в компаниях тем выше, тем меньше, чем больше вовлеченность в компании и меньше стресса, тем больше люди чувствуют себя комфортно. И, соответственно, из-за того, что они чувствуют себя комфортно, они могут генерировать много, много идей интересных. По-моему, это последний скилл, если мне память не изменяет. People, skills and management. Очень интересный скилл, и на самом деле это такая, можно сказать, комбинация, такой, значит, микс всех остальных скиллов, которые мы до этого обсуждали. Это и communication, и работа в команде, и problem solving. Все-все-все вместе. И как раз умение менеджмента и people skills, оно больше все-таки относится к менеджменту, чем непосредственно к инженерам. Но когда вы становитесь на позицию выше, senior, lead, вам эти навыки, они тоже нужны, потому что вы тоже начинаете работать с людьми. И people skills and management – это не просто знать, как человека зовут, на этом это не ограничивается. Это понимание всех отрицательных и положительных качеств этого человека. Потому что, когда, допустим, мне какая-то задача приходит по работе, я понимаю, что я не могу эту задачу сделать. Какое решение есть в этой ситуации? Мне нужно делегировать эту задачу на какого-то человека в команде. Как мне понять, какому человеку я могу делегировать эту задачу без понимания его навыков ключевых? То есть, чтобы быть уверенным в том, что эта задача будет выполнена, мне нужно дать эту задачу тому человеку, которого есть необходимые скиллы для выполнения этой задачи. Без знания каждого члена своей команды, не просто по именам, а именно глубоко, понимая, что у этого человека вот эта конкретная задача займет день, и у меня есть этот день, а у этого человека займет неделю, и у меня этой недели нет. Я могу принять решение, кому эту задачу делегировать. И этот навык, он также развивается. Вы также, получая опыт, читая умные книжки, можете понять, каким образом вы можете взаимодействовать с людьми. Лучше, конечно, опыт, честно говоря, не все книжки хорошие. Я просто по практике знал одного человека. Это был худший менеджер, который был в моей жизни, в принципе. Этот человек, он почитал очень многое количество книг по менеджменту людей, по emotional intelligence и так далее. Проблема в том, что он их только читал, он не мог их применить на практике. И это было ужасно, серьезно. Слава богу, да, больше я с ним не работаю. Но это был худший менеджер в моей жизни. И, с другой стороны, у меня есть пример. У меня есть человек, который, я считаю, до сих пор самым лучшим менеджером в своей жизни. Этот человек также был, когда я работал в РОЖ. Он настолько умело манипулировал людьми, что я вот сейчас понимаю это. Настолько умело играл на плюсах, минусах, на качествах характера людей. Он понимал настолько чутко качество человека, что он мог просто разговором поднять человеку, значит, самооценку, когда это необходимо. Или немножко приопустить его, или указать ему на его ошибки. И это были настолько умелые манипуляции, что я только спустя 10 лет понял, насколько он грамотно вот это все делал. Да, конечно, он читал книги, но он еще умел применять эти навыки в деле. И применять их так, что вы даже не замечали этого. И это вот, на мой взгляд, это действительно такой признак профессионализма. После того, как он ушел из компании, наша команда работала без менеджера еще полтора года. То есть у нас не было менеджера, но команда была настолько слажена и сбалансирована, вот этот механизм был смазан, что мы работали без проблем еще в течение полтора года, после того, как этот менеджер ушел. И это, я считаю, действительно достижение. То есть команда настолько была слажена, настолько правильно были отлажены механизмы внутри команды, что команда не нуждалась ни в какой-то тюнинге, ни в какой дополнительном менеджменте целых полтора года. Это очень много. Ну и у нас есть еще как раз время, так сказать, изюминку на торте. Спасибо 42 Еревану и Хованессу за то, что он предоставил эту очень интересную информацию. Это the most needed soft skills в Армении. Эта таблица составлена на основе выборки откуда? Из листа М? О? Став и М. Ага, Став и М. Став и М. Не листа М, сори. Став и М. Как вы видите, на первом месте мы видим Teamwork. Это про то, что я вам говорил. Это действительно один из самых важных навыков умения работать в команде. И я считаю, что вам одно из основных навыков, на которые вам нужно сконцентрироваться и развивать его как можно скорее, это Teamwork. Умение работать в команде, умение давать и получать фидбэк правильно, это тоже навык. И умение коммуницировать, потому что оно как-то более-менее пересекает. Следующий навык – это Positive Attitude. Мы его не обсуждали, но на самом деле я могу сказать, что он немножко related to Teamwork как раз и communication. По поводу этого навыка, на самом деле, кто считает, что Positive Attitude нельзя развивать? Руки поднимите. Нету таких? Все считают, что можно развивать? Окей, я расскажу про свою методику, которой я пользуюсь лично, которая мне лично помогает. Такой вот браслетик интересный. Неважно, какой он, неважно, что на нем написано, вы одеваете браслет на руку. И с этого момента, когда вы ловите себя на мысли, что вы начинаете думать негативно, или блэмить кого-то, или ругать кого-то, вы берете этот браслет, снимаете его с руки и перекладываете на другую руку. Казалось бы, простой метод, но он действительно работает. Потому что у вас вырабатывается рефлекс, когда вы ловите себя на мысли, что вы начинаете думать негативно, вы начинаете не искать решения, а начинаете углубляться в проблему, то есть начинаете винить кого-то в том, что эта проблема возникла. То есть это непродуктивная трата времени. Вы в этот момент берете и браслет перекладываете на другую руку. Цель – проносить браслет месяц на одной руке. Мой уже очень долго здесь. И это действительно работает. То есть это не то, что я только этим пользуюсь. Этим пользуется много людей, и это действительно меняет характер людей в лучшую сторону. Попробуйте, может быть, кому-то это действительно поможет. И второе – это концентрироваться не на проблеме, на самой проблеме. То есть да, она возникла, да, есть такая проблема, но больше концентрироваться на том, как решить эту проблему. Опять же, есть некоторые методики по тому, что, допустим, если вы видите, что у вас есть какой-то негативный человек в окружении, в близком, перестаньте с ним общаться или отойдите от него как-то. Потому что действительно вот плохое состояние, негатив, этитюд, он такой заразный достаточно, он распространяется, и это видно, что если один человек, особенно тот человек, который обладает каким-то влиянием на вас, то есть будь то уважаете вы его как профессионала или как члена семьи и так далее, этот человек очень сильно влияет также на вас. Поэтому если вы видите, что человек в таком состоянии, попробуйте его вывести из него, попробуйте помочь ему думать позитивно, и вы заметите разницу действительно, что и на вас это будет оказывать меньше влияния. Если человек совсем не поддается влиянию, ну тут как бы особо нету решения только как ограничить общение с этим человеком. То есть, ну это работает, да. Следующий навык – это тайм-менеджмент, про который мы очень долго обсуждали. Как вы видите, он на втором месте, на третьем, да, на втором месте по важности. Потому что если вы тратите свое время на ненужные вещи, вы, особенно на работе, да, работодателю это не очень нравится, работодатель хочет, чтобы вы работали, чтобы вы делали deliver. Кстати, по поводу этого есть интересные практики. Например, есть такое исследование, что человек, когда он приходит на работу, ему нужно 30 минут на вовлечение, да, на то, чтобы он настроился на рабочий лаг, пообщаться с людьми, попить кофе и так далее. И вот в Швейцарии, я когда там работал, там есть очень интересная вещь. За полчаса до начала рабочего дня они заказывают кофе и выпечку в офис. За полчаса до рабочего времени. И ровно с начала рабочего дня вся выпечка убирается с кухни. Это стимулирует людей приходить на полчаса раньше на работу, чтобы пообщаться, попить кофе на халяву, да, покушать выпечку. И к началу рабочего дня уже наобщавшись полностью, значит, приступить к выполнению своих обязанностей. И на самом деле, казалось бы, компания вроде как несет убытки из-за этого, да, что она там заказывает эту выпечку, но с другой стороны она выигрывает 30 минут рабочего времени каждого человека в команде, в компании. И это очень много, если так подумать. И, к сожалению, вот эта практика, она очень мало применяется как в России, так и в других местах. Я очень мало ее видел, на самом деле. Но она очень действенная, реально. Следующий навык – это communication. Мы про него тоже очень много говорили. Также это отличный навык, который можно развивать и который нужно развивать, ребят. Он очень нужен. Hardworking. Вот это спор. Вот это спорно. Он как-то… Да, он… Это не надо развивать. Я бы сказал бы, что тут нужно находить баланс, да. Есть, говорят, work-life balance. То есть, как прийти к этому, да, как прийти к work-life balance. Только через тайм-менеджмент. Только так и никак. Вы не сможете управлять своим временем, не планируя свои рабочие дни, не планируя свои выходные, не планируя свое свободное время. У вас его просто не будет. Вы будете его тратить на Facebook, на YouTube, на другие вещи, которые, казалось бы, не нужны, и вместо этого можно пойти, не знаю, в парк или пообщаться с кем-нибудь вечером, да. То есть, можно потратить это время гораздо-гораздо продуктивнее, но без тайм-менеджмента вы не сможете это сделать. У вас просто не будет этого времени. Fast learning. Тоже интересный скилл, который тоже вывели. На самом деле, он тоже немножко спорный, но он немножко пересекает, я даже сказал бы, достаточно сильно пересекается с Owen Errors, да, то есть Mistakes. Делайте ошибки, делайте Mistakes, вы будете учиться, потому что это действительно самый быстрый способ обучения. Вы берете responsibility за какую-то задачу, за какую-то area, да, которое приложение, допустим, если вы разрабатываете, вы говорите, окей, я хочу работать над этим, над этой историей, над этим, над частью этого приложения, я хочу. Приходите к Team Lead своему, да, говорите, окей, Team Lead говорит, хорошо, работайте, вы делаете ошибки, и это нормально, потому что у меня недавно была беседа на эту тему, мне человек говорит, что я боюсь делать ошибку. Не надо бояться, все делают ошибки, все делают ошибки, без исключений, я делаю ошибки, думаю, мой менеджер делает ошибки, моя мама делает ошибки, все делают ошибки. Нету идеальных людей в жизни в этой, нету человека, который в жизни не сделал бы никакую ошибку, нету просто. Соответственно, беря что-то, беря responsibility за какую-то задачу, вы можете сделать ошибки, и это нормально. Главное понять, что вы сделали эту ошибку, прийти и сказать, я сделал ошибку, давайте мы подумаем, как эту ошибку исправить, и сделаем какие-то выводы из этой ошибки, да, что я вот неправильно сделал архитектуру, окей, мы подумаем вместе, как ее решить. И только таким образом можно действительно делать fast learning, да. К сожалению, программировать, научиться программировать, просто читая книжки, не получится. Тоже, да, то есть вам нужно писать код, соответственно, если вы пишете код, там будут баги. Нельзя написать код без багов. Каждый баг – это ваша ошибка, вы что-то забыли, и это нормально. Если баг найдут потом, окей, вы просто потратите время на решение этого бага. Так же и в жизни, абсолютно. Это как на разработку, так и на реальную жизнь. Собственно, sense of responsibility, да, это про то, что мы с вами говорили как раз, да, то есть мы берем ответственности за задачи, и это важно. Результат-ориентед, опять же, это немножко пересекается с ошибками, да, про которые мы обсуждали, с responsibility, с которыми мы обсуждали. Соответственно, чтобы что-то сделать, нужно начать это делать, да. Кстати, интересный вопрос. Кто-нибудь слышал про прокрастинацию? Кто-нибудь знает, что это такое? У кого, кто прокрастинирует? Окей, все, я тоже прокрастинирую. Time management, ребят, time management, только так. Detailed-oriented. Ну, detailed-oriented – это communication, это team working, здесь как бы такой микс, да. Английский, тоже soft skill, хороший, кстати. Отличное вложение. Если вы плохо знаете английский, это прям супер вложение в себя, да, просто пойти и выучить его. Наймите репетитора. Разрабатывать, не зная английский, сейчас, к сожалению, невозможно. Вся документация, все библиотеки, все написано на английском. Если вы не знаете английского, это большая проблема, это первое, что вам нужно сделать. Забейте на все остальное. Серьезно. Пойдите, выучите английский лучше. Ну, или английский и что-нибудь еще. Окей, у нас есть 13 минут. Вопросы и ответы. А можно сказать, надо? Конечно. А мы согласны с этим? С чем? Сравненно или расставлено? Расставлено? Я на самом деле говорил, что это, ну, вначале, что это не топ. Но, к сожалению, для тех людей, которые, ну, то есть, так получается, да, что это топ. Хотя на самом деле это не топ. Я могу сказать, что все софт-скиллы важны в какой-то мере. Но тимворк, как вы видели, да, вот если мы вернемся к нему, тимворк очень сильно влияет на саксес любой компании. Больше 85% компаний считают, что именно отсутствие тимворк в компании – это причина их провала. Поэтому для компаний, да, это же мы говорим о том, что компании выкладывают резюме, да, они расставляют. Для них этот навык очень важен, потому что для них он crucial. Без него они не смогут заделиверить проект, потому что невозможно сделать что-то одному, да, то есть то, что мы с вами обсуждали. Всегда, то есть это просто невозможно. Должна быть команда. Еще вопросы? Окей. Если будут еще какие-то вопросы, пожалуйста, Telegram, ссылочка на презентацию, можете скриншот сделать, если интересно, ну, в смысле фотографию, вот, чтобы он не ушел, да, я его немножко оставлю еще. Она в свободном доступе, пожалуйста, можете открыть, посмотреть, пробежаться. Если есть какие-то, если вы стесняетесь, если есть какие-то приватные вопросы. Да, у вас. Да. Вы сказали, у вас на фабрике сколько, да, продавец фабрике? Да. Типсы, у вас нет каких-то? Типсы? У меня есть интересная методика. Я эту презентацию прокручиваю в уме, не знаю, раз 500 до презентации. То есть я заранее знаю, что я буду говорить на каждый слайд. И для меня это работает. Я не знаю, как и для остальных, может быть, у кого-то есть, но я знаю, что я буду говорить, и я сказал все, что я хотел. И я это точно помню. Получается, наизусть, да, все? Да. Ну, я как бы, это, наверное, с моим характером связано, да, я разбираю каждое свое действие, которое я делал до, и которое я буду делать, я прокручиваю в голове несколько раз. и прокручиваю разные сценарии этого, и тем самым подготавливаю себя к возможным, значит, проблемам там или вещам, или так далее, или вопросам. Я заранее пытаюсь предугадать, как можно больше, как шахматисты, да, вот они продумывают наперед там на 5, на 10 ходов, так и я продумываю вот эту презентацию. Ну, это, я же говорю, это может быть не у всех работает, это чисто для меня. У меня это работает. Спасибо. Все. Спасибо. 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 Спасибо.